Венгрия не одинока в желании не лезть к детям с этими проблемами, дать время разобраться по возможности сохранить семью в ее традиционном понимании. Литовцы также против навязываемых западных ценностей и считают, что детей нужно защищать от политики и идеологии. Но в отличие от Венгрии, официальный Вильнюс своих граждан не поддерживает и называет людьми с психическими проблемами и врагами государства. Ведь если пойти против воли Брюсселя, можно не рассчитывать на финансовую помощь или того хуже быть наказанным. В Евросоюзе расставляют радужные акценты для вассалов и манипулируют. Не откроете двери однополой любви, введем санкции. Так что в современной Европе заработать санкции легко и, наверное, даже почетно. Борьба идет за святое, за семью и родину. О насильственной ЛГБТ-толерантности в рубрике Екатерины Тихомировой. Они обещали, что придет просвещенный Запад. А оказалась диктатура толерантности. Второй месяц литовцы собираются на марше в защиту семьи в ее традиционном понимании, как союза мужчины и женщины, за сохранение привычных обращений к членам семьи. Мать, отец, сын, дочь. За сохранение многовековых традиций и защиту Конституции. Страна бурлит. И традиционалисты готовы, цитата, вынести из парламента продажных, для которых неприличные западные ценности важнее будущего Литвы. У людей лопается терпение, когда они видят, как нынешнее правительство попирает традиционными ценностями, покушается на уничтожение понятия семьи, как союза мужчины и женщины, в котором рождаются дети. Либерализируют наркотики, стремятся навязать свою агрессивную идеологию нашим детям в школах, планируют узаконить смену пола и проституцию, поддерживают суррогатное материнство и торговлю детьми, намереваются ратифицировать Стамбульскую конвенцию, отменяющую понятие пола в целом. Пишет в фейсбуке литовский телеведущий Кристо Паскривицкас. Великий марш в защиту семьи – это заявление литовского народовластям. Мы не допустим, мы будем выступать против, мы не будем молчать. Я не верю в мнивые свободы, гендерная политика, легализация наркотиков, чушь, которую с явными нарушениями Конституции выдают нам за жизненно важную необходимость. Принудительное навязывание подобных свобод ведет лишь к одному – моральному разнузданию человека до уровня скотины. А уж скотину, как известно, взнуздать совсем нетрудно. Власти уже назвали противников уничтожения семьи врагами Литвы. А отец литовской независимости – профессор Виталстас Лансбергис, цитата, «людьми с явными психологическими проблемами». Психологические проблемы, судя по последним опросам, у 65% литовцев не находят поддержки политика толерантности и в Латвии. Национальное объединение захотело внести в Конституцию поправки о том, что семья – это союз мужчины и женщины. Но правительство оказалось в шоке. Семья, как союз мужчины и женщины, заявил премьер-министр, это возвращение в советские времена. Семимильными шагами к европейским ценностям идет и Украина, несмотря на нетерпимость со стороны населения. Ограничить права представители ЛГБТ мечтает 41%. А с таким блэк-граундом в Европу не берут. Потому Украина расставляет радужные акценты. Тем более докладчики подсчитали. Альтернативная любовь творит чудеса даже в экономике. ВВП поднимается практически до плюс 2%. Гей-парады на Крещатике. Ролики однополой любви и радужный флаг. Гордо рдеет в руках родины матери. Агрессивная культура ЛГБТ сегодня фактически доминирует в украинском обществе. Искусственно доминирует. Пытаются протягивать законы, позволяющие однополым парам усыновлять детей. Меняется под ЛГБТ-культуру воспитательный процесс в школах и в детских садах, где уже на уровне детей ведется пропаганда. Однополых взаимоотношений, как нормы поведения, задача Запада. Разрушить существующие взаимоотношения между нашими народами, внутри наших народов. Чтобы у них появилась возможность более легкого порабощения. Радужный блицкрик на Донбасс. Клич о наборе боевых гомосексуалистов в ВСУ. Хотя официальный Киев открещивается от нетрадиционных сапог, называя фейком эту инициативу, благословила сама администрация Байдена. Агентство США по международному развитию USAID пишет автор издания American Conservative Rod Rear. Используют доллары налогоплательщиков для распространения квир-культуры в Донбассе и навязывания пророссийским силам пропагандистского переворота. Кроме того, проект «Киев Прайд» спонсируется посольством США в Киеве. Это самый, что ни на есть, культурный империализм. Американские вузовские профессора и ученые левых взглядов любят говорить о том, как они собираются деколонизировать учебные программы в университетах. Но, конечно же, речь идет как раз о навязывании западных культурных норм нежелающим этого народам отсталых стран. Голубое лобби обладает большой силой. Отклонение от курса в сторону семейных ценностей имеет последствия. Виктор Орбан подписал закон, запрещающий пропагандировать радужные ценности среди детей. Теперь Венгрию будут душить санкциями. От агрессивной пропаганды альтернативной любви закрылись около ста муниципалитетов Польши. Но Брюссель начал применять против Варшавы финансовые рычаги. Под пресс попали шесть польских городов из зоны свободной от ЛГБТ. Не хотите прививаться толерантностью по-хорошему? Заставим экономически. Превращение вообще всего вопроса о комосексуализме в политический проект, это, в общем, тенденция, которая на Западе реализуется уже несколько десятков лет. Большинство фактически дискриминируется, его заставляют не просто там уважать, да, и не просто признавать, а заставляют подчиняться, да, вот этому приоритету прав меньшинств, как якобы более прогрессивной части общества. А под это дело подверстывается огромная там политико-медийная машина, которая, ну, с одной стороны, это вопрос продвижения политических проектов, а с другой стороны, это вопрос даже в том числе и зарабатывания денег. Кстати, на прошлой неделе в Варшаве прошел гей-парад. В колонне и беглые любители БЧБ. Такой вот радостный поворот на перемогу по-европейски. Екатерина Тихомирова в главном эфире. Тихомирова в главном эфире.